Глава района Михаил Токарев провел прием граждан. Ирина Громова, председатель общественной организации семей, имеющих детей с инвалидностью, пришла со списком вопросов. Первый – работа службы федерального страхования. Организация находится в жилом доме на улице Глинки, а вот зайти в эту организацию – целая проблема. Все заперто, пандусов нет. Но самое главное – с января ФСС не выплачивает компенсацию семьям, где есть дети с инвалидностью. – Служба – это вообще не работает в отношении нас. С января месяца, например, я покупаю какую-то обувь ребенку или памперс или пеленки. Мало того, что ее не выдают, если выдают, она иногда мне не подходит, я покупаю то, что ему подходит. Но дети сложные. Кто-то берет, а кто-то покупает самостоятельно. Коляски, например, покупают самостоятельно. С января месяца вообще нет выплат, компенсации. То есть они должны либо мне предоставить обувь, либо мне предоставить деньги. – Либо компенсировать то, что вы сами приобретаете. – Да. И вот с января месяца вообще нет выплат. Мы ей давайте письмо напишем, точно, как ты их откидываешь. Для организации поезда к детей с инвалидностью необходим специально оборудованный автобус. Решение этого вопроса районная администрация взяла на себя. Будет ли в новой строящейся школе в микрорайоне Углич лифт, чтобы ее могли посещать дети с трудностями в передвижении? Глава района уточнил детали проекта у специалистов и оперативно дал ответ. Да, лифты есть, и они были, и все нормально. Все, так, хорошо. На прием к руководителю района пришли активисты западного и южного поселков. Вопросы перекликаются. Благоустройство, вывоз мусора, освещение территории. На южный поселок Михаил Токарев приезжал в минувшую субботу. Пообщался с жителями, ознакомился с проблемами поселка. Жители попросили снести старые общественные туалеты, относящиеся к муниципальным домам. Туалеты сейчас имущественники, оформлен документы с вами. Жители западного поселка обратились с просьбой обустроить парковую зону. Парк сделаем, оборудуем народ. Я почему хочу парк посмотреть сам. Может быть, мы на самом деле посмотрим, может быть, это правда сделать, как парк. Да, не просим. И войдем в областную программу. Все вопросы Михаил Токарев взял под личный контроль. Некоторые из них требуют тщательной проработки. Ирина Белякова, Евгений Шевченко. Программа «События». Все тщательно.